откуда у российских людей это святая вера что власть их любит самое конечно потрясающее во всей этой истории с пятиэтажками в москве то что находится масса людей в ответ начинающих доверчиво тянуть нет ну а что может они вправду она заботится может и впрямь они просто вот снесут пятиэтажки всех жильцов из них бесплатно переселят в одну большую красивую 17 этажку на всю округу а на месте снесенного построят парки велодорожки бассейны расширят улицы посадят пальмы а просто все станут жить там радоваться и смеяться даже не поймешь неужели это идеи коммунизма так глубоко пустили корни откуда у российских людей вот эта святая вера что власти их любят и существует просто для того чтобы делать им хорошо какой-то нонсенс реальность заключается в том что у властей сегодня по большому счету вообще не имеется никаких резонов что-то там делать ради народа населения пресса подавлена это чтобы не сказать раздавлена оппозиции нет население пассивно и апатично люди в погонах могут творить что хотят зато сама идея прав человека ровно как и идея демократии и борьбы за права в максимальной степени дискредитированы в глазах тех же самых простых в кавычках людей наши дуболомные обыватели с радостным мазохизмом рассказывают друг другу что никакой демократии нет и не может быть все выборы во всем мире это грязь то есть отказываются даже от такой пассивной формы участия в управлении государством как голосовать однако при всем при том люди от чего-то ожидают что с ними будут считаться просто удивительно в такой ситуации будут считаться и этот правовой нигилизм сочетается не только с верой доброго начальника но и с полнейшей экономической тримучестью масса почему-то думает что родной власти по плечу любые траты и что она до сих пор не обеспечила каждого россиянина отдельным бунгало на берегу москва реки только потому что не хотела а сейчас значит захотела к сожалению вся эта дурость вовсе не безобидно у пятиэтажной аферы уже сейчас прослеживаются весьма неприятные последствия во-первых даже попытка начать реализацию этого грандиозного переселения одного с половиной миллионов человек более лучшие в кавычках условия грозит серьезно пошатнуть и без того расстроенные государственные финансы ведь ясно что лишних триллионов в стране нет а это значит что рано или поздно расходы придется покрывать эмиссии рублей во вторых вся эта затея может углубиться пропасть между москвой и остальными регионами и в конечном итоге вызвать ненависть к москве и москвичам которых в россии и так мягко говоря не особо любят ведь реально все это выглядит просто вызывающие в то время когда в большинстве регионов затягивают пояса москва вдруг начинает переселять людей из хрущевок современные в кавычках дома причем бесплатно якобы кто-то особенно жители бараков могут воспринять это как плевок в лицо в третьих внесенные вчера в госдуму законопроект по поводу сужения прав переселяемых показал что власть москвы вероятно вынашивает вместе с федеральными коллегами самый жесткий вариант решения проблемы с хрущевками через не только переселение сколько выселение в буквальном смысле замажай ясно что без силового принуждения провернуть вышвыривание не удастся и это стало быть будет чревато дальнейшими перерождениями рф чисто полицейское государство с куда более жестким чем сейчас режима наконец в ближайшей перспективе поднятая вокруг затея пр шумиха может обернуться неожиданным для власти эффектом тем что и без того слабый спрос на подмосковные новостройки и вовсе сократится до нуля причина простая покупатели решат что скоро появится в продаже много аппетитных новостроек непосредственно в москве на месте снесенных пятиэтажек а коли так зачем же брать квартиры в области в москве то все же лучше то есть словесная интерпретация путина собяниным который очевидно родили в том числе и о помощи застройщикам может вместо спасения принести им гибель еще до того как помощь придет а в общем то грустно девушке плохо ведь даже не то что в москве мэр дурак хуже всего то что его абсолютно некому остановить но Субтитры подогнал «Симон»